добрый день любое другое время суток по вашему выбору но все-таки новый год еще стихийно продолжается хочется и дальше смотреть прикольное кино и сегодня вот у нас робин гуд принц воров 91 года с чем у вас ассоциируется слово робин гуд да это имя ну я думаю тех кто вы вырос в ранние 90 и на том кино но ассоциируется с идиотской песней брайана адамса ну то есть смысле песня то хорошее но так ей мозги заездили это что-то чудовищное просто вот но это по моему один из таких первых примеров когда массово с помощью видеоклипов на музыкальном телевидении раскручивали фильм вот ну если помните потом по накалу вот ротации по моему песенку брайана адамса перешибла только песенка силен дион из титаника но его значит начало 90 годов соответственно все нужные технологии в кино уже пришли их уже вовсю используют в боевиках их уже вовсю используют естественно фантастики ну вот тут они добрались и да ну так условно исторического кино потому что второе что мы помним из этого фильма это конечно кадр со стрелой да где тут стрела летит через лес да и как бы камера стоит на ней вот это был была такая техническая фича которая значит тоже запомнилась из этого фильма но вообще так если посмотреть то фильм сам очень очень неплохой вот очень милый очень приятный вот другое дело что тут сразу надо про историческую достоверность извините я конечно не клим санджоков я не буду сейчас рассказывать дам про то что там творилось на территории англии скажем так времен вильгельма завоевателей чуть позже да вот я не буду рассказывать что творилось в нашем любимом как бы третьем крестовом походе но просто хочется отметить что тут в начале конечно это все смотреть достаточно странно вот эти вот пафосные крики рыцарей за англию за короля ричарда вот ну они естественно у любого кто немножко эпохой интересуется они вызывают как нервный смех ну потому что как бы сказать король ричард ну во первых он к англии имел очень опосредованное отношение да вот все таки он но если так уж если допустить что разделение такое по национальности было бы возможно для двенадцатого века да то все таки ричард он был был скорее французом вот англия у него была сильно не на первом месте среди его интересов он постоянно рубился еще с королем собственно франции ну то есть или до франца филиппом августом да то есть с ним они вместе опять же ездили в крестовые походы ну то есть в крестовый поход и вообще ричард такой еще и по как бы своему характеру был такой персонаж достаточно специфический да ну как бы сейчас сказали такой отморозок упертый такой громила отморозок да и вот вот это вот за англию короля ричарда это тут очень странно выглядит но естественно абсолютно не был похож вот на шона коннери из великолепного камео тут в конце вот этого самого кино но и вот и когда вот эти вот несчастные рыцари тут как бы по темницам диких арабов загибаются в это же самое время собственно при осаде акры как мы помним салях один носит больному ричарду апельсины то есть тут тоже как-то чересчур брутально все показано на самом деле там отношения были ну такие более-менее цивилизованные все-таки феодализм вот они какой-то уже капитализм да то есть тут как бы все благородные люди друг другу понимают вот мне в этом смысле больше нравится фильм царство небесное там вот это вот вот этот момент показан гораздо точнее когда там встречаются соответственно европейские рыцари и соответственно рыцарь как бы арабский да когда они встречаются там на берегу но немножко мечами друг другу потыкали а после чего как бы друзья вот никаких взаимных претензий все свои люди ну вот в общем в историческом плане конечно фильм фильм робин гуд принц воров он он чудовищный вот но и вот это вот замечательная сцена с папой робин гуда до робина локсли вот которого играет знаменитый актер английский брайан блесс мы его я думаю помним по чудовищному количеству постановок шекспира в которых он отметился вот исторических фильмов по фильму замечательному флэш гордон вот ну и наиболее продвинутые люди его знают по озвучке компьютерных игр игр типа вархаммера 40 тысяч да он там тоже принял посильное участие да ну вот ну и вот он здесь сидит в какой-то башне которая стоит посреди ничего и к нему так запросто во двор вламываются кукуз клановцы во главе с селоном рикманом злобным шерифом нотингемским то есть вот это вот все выглядит предельно странно да учитывая что он тут как бы изображает знатного рыцаря ну опять же реальную личность робин гуда мы тут рассматривать не будем вот эти вот все темы про то что он на самом деле был англосакс которого нормандцы там выкинули со своих земель он потому ушел партизанить или что-то еще это все никого отношения к фильму не имеет это именно что легенда сказка про робина гуда с отличными актерами лирическая веселая достаточно динамичная которую приятно смотреть с очень хорошими диалогами вот тут вот в этом эпизоде коснар с морганом фриманом который тут отлично отыграл совершенно невероятного персонажа да вот это вот мавра да вот они тут постоянно жгут напалмом в этом смысле но им естественно помогают все окружающие вот надо отметить что этот фильм он еще уникален потому что здесь сошлись два знаменитых кинозлодея да во первых это актер майкл уинкот вот если мы ну ворон и мертвец это мы сразу можем вспомнить да там какие-нибудь странные дни вот и так далее то есть массе фильмов он играл злобных персонажей очень хорошо он это умеет делать здесь он играет шерифа ой гая гисбурна соответственно рыцаря да вот ну а главный подонок здесь естественно алан рикман вот злобный шериф на тенгемский абсолютно потрясающе великолепный персонаж а вот алан рикман здесь оторвался по полной но тут есть своя свой нюанс дело в том что изначально эта роль вообще задумалась как комедийная вот и ее предлагали ричарду и гранту которого мы помним по фильму гудзонский ястреб где он главного злодея то играл помните да вот представляете себе вот такой вот был бы шериф нотингемский начат там не склеилась отдали луну рикману и он ее из комедии привык превратил в такую очень ироничную такую пародию да где герой действительно злой да он не выглядит клоуном он действительно злой он действительно выглядит очень опасным вот этот тоже хороший эпизод он сейчас по моему достанет так ножек просто подарить а у девушки аж вот да девушка аж подпрыгнула вот ну потому что вот он такой вот замечательный персонаж на вот а он рикман здесь потрясающий вот и кстати я не знаю вот есть расширенная версия этого кино где он гораздо больше чем версии театральной киношной там бродит по своим этим жутким подвалом да по казематам молится сатане там у него какие-то жертвоприношения вот с этой ведьмы там вот там он еще злее в расширенной версии но и здесь тоже ничего вот что еще потрясающая музыка майкла кеймана сразу говорю режиссер кевин рейнольдс который водный мир вот еще до снимал с кевином костнером вот главная женская роль мэри элизабет мастер антонио она тоже туда случайно попала насколько я помню и она ну по мне на англосаксонку ну скажем так чисто визуально как-то не очень похоже вот все таки у нее там какие другие корни она действительно такую такая больше на итальянку смахивает вот но в данном кино она как бы очень неплохо выглядит тоже к ней никаких претензий ну и кого еще можно отметить молоденького кристиана слэйтера а вот который здесь такого неоднозначного персонажа сыграл но тоже хорошо выступил но это его вот первые такие роли ведьма отличная отличные сцены в концовочке когда они там в замке рубятся да вот там вот это вот все там опять же спецэффекты нового ну как бы нового поколения да вот то есть очень все динамично весело и красиво вот стрелы летают мечи все дела вот вот этот вот эпизод знаменитый который во все клипы вошел вот вот да это летящая стрела и так далее и тому подобное вот ну что сказать милое хорошее кино с отличными актерами вот элон рикман потрясающий очень хороший морган фриман но тут еще естественно тут роли второго плана вот этот монах и камео шона конри по моему 250 тысяч долларов сэр шон конри взял с проклятых ямки за то что они его как бы сняли в роли короля ричарда ну если вы помните то сэр шон конри он шотландский националист и я думаю что там кое-что из этого гонорара ушло и туда еще на всякие шотландские националистические движения в общем отличная кино а вот а про робин гуда мы с вами еще один фильм обязательно посмотрим на днях и опять же шоном конри вот мы посмотрим фильм робин и мэриан вот где они там содри хеберн и робертом шоу показывают нам ту же самую историю совершенно скажем так противоположной стороны вот так что так смотрите все фильм робин гуд принц воров вот получаете удовольствие я вырежу ему сердце ложкой почему ложкой ложки тупые края недоумок так больнее хорошего настроения всем добра